Что ж, прозвучало телеобращение Владимира Путина, которое, как многие и предсказывали, не решает никаких пенсионных проблем. И тут же на Геббельс ТВ вспыхнули бурные, долго не смолкающие аплодисменты, продолжился процесс телезомбирования. Уверен, выступление Путина не решает пенсионную проблему и увеличивает социальное напряжение. В ближайшем будущем оно приведет к увеличению протеста, прочный кризисный круг нашей страны не разомкнется, а сомкнется еще сильнее. Почему я так думаю? Во-первых, потому что не согласен, что Путин назвал главной причиной отмены пенсии. Кто-то согласится с тем, что во всем виной демография и Великая Отечественная. А что такое, по сути, Великое Отечественное – это потеря 7, 20, 25, 27 или, как было сказано год тому назад, 42 миллионов соотечественников. Основы системы – это ложь. Точных цифр мы не знаем. Власть сама привела страну к тому, что верить ей невозможно. И еще. А почему Первая мировая, закончившаяся всего за 20 лет до начала Второй, не является причиной пенсионной реформы? Почему в ней мы потеряли 700 тысяч человек, а Великой Отечественной – в 60 раз больше? Давно пора признать очевидные вещи. Вся Ленина-сталищина загоняет Россию в гроб. Добавим к тому, что за последние 25 ельцинско-путинских лет за рубеж уехало до 20 миллионов россиян. Так дело в демографии или в кремлевской политике. Признаем, наконец, взглянув на жизнерадостный Запад, что именно октябрь 1917 года он убивец и есть – главная геополитическая катастрофа 20 века. В выступлении президента отклонено несколько прозвучавших, смазано предложение оппонентов. «Ну, ведем мы прогрессивный налог на доходы, увеличим его до 20%. И полученных поступлений хватит на пенсионную неделю», – говорит Путин. «Я обращаюсь не к Путину, он с нами не общается, а к людям. А если миллиардеры отчислят не 20%, а 90% своего скромного дохода? Во сколько раз можно увеличить пенсию? А если российский бюджет войны превратить в бюджет мира, и власти вернуть домой в семьи ребят живых, а не в цинковых гробах? Но ведь тогда и западные санкции отменятся, и будет нам счастье. Нет, такие мысли в Кремле совершенно ни к чему, они там не гуляют. А почему у Путина нет ни слова о самом родном, а о разбюрократизации и борьбе с коррупцией? Это задача Навального и Вашингтонского обкома? Да, они на самом деле собираются заморозить 1 триллион долларов, заработанных непосильным чиновничным трудом и вывезенным в США. А кто вывез? Где список и статья Уголовного кодекса? Или это вам не за лайки сажать? Это слишком серьезно. А еще, куда, собственно, пропала нефть и зелень? Ведь бочка нефти нынче в полтора раза дороже, чем год назад. Это же море баксов. В чьих они карманах? Вроде не у пенсионеров. Что опять украли? Все рассуждения Путина сопровождал мифа-рефрен. Отмена пенсии неизбежна. Но если власть столь прямой и открыто признает свою несостоятельность, она должна уйти. В России все еще есть живые, здоровые, опытные и квалифицированные специалисты. Касьянов, Явлинский, Ходорковский, которые готовы всенародно похоронить пенсионный проект и проводить экономические преобразования в интересах страны, а не в интересах войны и власти. Что ж, президент, премьер, министр экономики готовы провести с ними открытые телекибаты и доказать свою правоту? Не смешите меня свободой слова. И не рыдайте перед лицом великой России, которую на наших глазах сбрасывают в пропасть. Россия сосредотачивается. Так считает Игорь Чубайс. Я считаю, что человек, которому мало уделяют внимания, несмотря на то, что он его достоин. Это брат знаменитого Анатолия Чубайса, как все знают, одного из участников мафиозной группы Путина. Но дело в том, что мало кто знает, что Игорь Чубайс не общается со своим братом и многие годы он высказывает совершенно противоположные взгляды. Плюс живет очень скромно и своей жизнью доказывает, что с коррумпированным братом его больше ничего не связывают. Итак, достойная статья Игоря Чубайса. Я считаю, что сказаны сильные слова и об этом должны знать многие.